Познакомиться, пообщаться неформально, обменяться опытом. Такие возможности молодым медикам предоставились на втором образовательном практикуме «Молодое здравоохранение», которое стартовало в Ульяновской области в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Мероприятие проходило в образовательном лагере «Смарт» Чердоклинского района и включало в себя несколько этапов. Сегодня также принимают участие около 100 человек. Завтра к нам приезжает тренер по ораторскому мастерству Руслан Хоменко, завтра к нам приезжает депутат Законодательного собрания Мария Рогаткина, также здесь будет присутствовать Инна Борисовна Чигирёва, первый заместитель министра здравоохранения, с кем ребята тоже смогут пообщаться в такой неформальной обстановке. Первый практикум прошел в октябре, второй с 14 по 15 ноября. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия позволяют расширить знания врачей в сфере правовой защиты, эффективности коммуникации с пациентами и коллегами. За два дня в образовательном лагере пройдут командообразующие тренинги, игры «Бинго» и «Апокалипсис», пятичасовой интенсив по конфликтологии, семинары по принципам здорового образа жизни и основам правильного питания. Самое главное участие в данной организации мероприятия – это знакомство. Новые люди, новые знания, это обмен опытом, то же самое. Мы постоянно разговариваем, изучаем что-то новое. Потом, когда будут еще такие мероприятия создаваться, летом, зимой, весной, будет, я надеюсь, все больше и больше людей завлекаться в эти мероприятия. В сфере здравоохранения нуждается в молодых и профессиональных кадрах. Чтобы молодежь оставалась жить и работать в Ульяновской области, по поручению губернатора Сергея Морозова реализуются меры социальной поддержки. За пятилетний период получателями льгот стали более 8 тысяч медицинских работников. Ребята отмечают, что молодой семье любые доплаты жизненно необходимы. Работаю я уже больше года, почти полтора. Работать очень нравится, так как работаю в основном с молодым поколением. Это студенты от 18-ти, молодежь до 35-ти лет. Льготу получаем как молодые специалисты. Это в основном единовременная выплата 10 тысяч у нас и ежемесячная оплата 1000 рублей. Как подчеркивают специалисты профильного ведомства, программа образовательных практикумов для молодых медиков будет продолжаться. Напомним, с целью реализации нацпроекта за 2019 год в систему здравоохранения области планируется привлечь 169 врачей, 332 средних медицинских работников и более 2,5 тысяч специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.